Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня буррито аппетитный, домашний, с кукурузкой, как полагается. Я его обожаю просто. И сок у нас мой мультифрукт. Сегодня к нам должны прийти гости, поэтому это ей все в попыхах. На самом деле, гости должны были прийти в воскресенье. Но сегодня утром позвонила тетя и сказала, что нет, они придут сегодня. А мы как-то заготовки даже не сделали, поэтому быстро-быстро в попыхах готовимся. Вкуснотища. Не хочу все видео посвящать этому, но хотелось бы рассказать кое-что. Буквально 2-3 минуты, просто свое мнение выскажется. Я подписана на группу, где новости именно Азербайджана. И который раз я нервничаю за этой группой, могу сказать почему. Девушка едет на такси. И таксист начинает к ней подкатывать. Мало того, что он подкатывает, он зовет ее попить чай к себе домой. Девушка сразу видно культурная. Девушка разговаривает на вы. Что вы думаете? Опубликовали это видео в паблике. И 40% комментариев про то, что девушка сама дала повод, чтобы к ней подкатили. Я просто поражаюсь таким комментарием. И вы знаете, эти комментарии пишут девушки. Что мол, а у меня в жизни никогда такого не было. Наверное, девушка сама дала повод, поэтому к ней подкатили. Девушка не перешла на ты. Разговаривает на вы. Отказывает человек. Человек опять предлагает ей пойти попить чай. Ладно бы подобные комментарии писали мужчины. Ну, когда женщины пишут такие вещи, я просто реально вот в шоке. И я пару человек даже ответила в очень грубой форме. Меня раздражает, когда женщины не поддерживают женщин, а наоборот топят их. Почему у некоторых женщин вот зависть вот? Я не понимаю. Это не только проявляется в этой ситуации. Например, какая-то девушка совершила самоубийство. В комментариях женщина начинает ее обсирать. Говорит, интересно, какие у нее там проблемы были. Интересно, чего она там натворила. Наверное, был повод, что она сама себя вот так вот лишила жизни. И это проявляется не только в этой ситуации. Я когда в универе училась, например, скажешь своей какой-то одногруппнице. Например, да, девочка с первого курса там есть очень красивая. И это то, что блондинка крашена. Я говорю, ну да. Фу, какая уродина, чушка. Я ей задаю вопрос, например, а кто, по твоему мнению, красивый, например, возьмем из нашего универа. Ой, ты знаешь, нет у нас таких красивых девушек. Вообще, в душе она думает, что я самая красивая, а все остальные уродина. Вот реально до меня не доходят такие вещи, что женщины начинают обсирать, оскорблять в комментариях, унижать женщин. Хотя ты тоже можешь оказаться в той же ситуации, даже похлеще. Никто в нашей жизни нас ни от чего не застраховывает. Непонятно, что будет завтра. Хорошо, что в этом сразу разобрались. Нашли этого таксиста. И даже в интернете я видела видео извинения этого таксиста перед этой девушкой. То есть сразу разобрались, все решили вопрос. Это в этом плане, конечно, хорошо все сработали. Но общество. Просто взрыв мозга. Ладно, давайте не будем останавливаться на этой теме. У меня есть комментарии очень интересные. Точнее, девушка мне написала в инстаграм свою историю. Такая не очень длинная, поэтому хочу зачитать. Здравствуйте, Айнур. Смотрю каждое ваше видео. Вы прекрасны. Спасибо огромное. Хотелось бы не просто вашего совета, а совета от подписчиков. Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. У моего мужа есть двоюродная сестра, которая заболела. У нее были серьезные проблемы с сердцем. И когда ей делали операцию, она умерла. До того, как ей сделали операцию, она попросила у нас деньги. Мы, естественно, дали ей эти деньги в долг. Это 130 тысяч рублей. Для нас эта сумма просто неподъемная. Мы взяли кредит. К сожалению, в процессе операции она скончалась. И теперь мы не знаем, как с кого требовать деньги. И стоит ли вообще эти деньги требовать. На самом деле, мы очень нуждаемся в этих деньгах. Что бы ты сделала в этой ситуации? Не могу сказать, что у нас супер хорошие и близкие отношения с ними. Но они сами тоже не рвутся отдать нам деньги. Наверное, они сами подразумеваются родственники или кто-то, кто остался в живых. Царство небесное. На мой взгляд, эти деньги вам вернутся. Если даже вы не возьмете эти деньги у родственников, все равно Бог сделает так, что в каком-то деле, например, вам повезет или что-то. У меня в жизни такой ситуации, слава Богу, не было. Но такая ситуация была у моих родителей очень давно. Я еще помню, я родственница была не настолько дальняя, так скажем. Папа дал деньги в долг, а потом так получилось, что она скончалась. И потом папа даже не захотел свои деньги обратно. Но опять же, тут надо смотреть по ситуации. Вообще, на месте родственников я бы сама предложила отдать эти деньги. Потому что вы, самое главное, в трудную минуту помогли. Не отвернулись. А это очень дорого стоит. Я бы на месте родственников отдала бы эти деньги прям сразу. Возможно, они и отдадут эти деньги. Возьмете ли вы, это уже другой вопрос. Если действительно нуждаетесь в этих деньгах, здесь нет ничего такого. То есть, стоит взять эти деньги. Напишите, пожалуйста, в комментариях вы. Была ли у вас такая ситуация и брали ли вы деньги? Вообще, в который раз убеждаюсь, человек, который дает деньги в долг, вечно он в проблемах. Я тоже, если честно, такой человек, я стесняюсь сказать нет. Но я стараюсь давать ровно столько, сколько мне не жалко будет потерять, так скажем. Но опять же, деньги нужно давать тем людям, которым вы доверяете и знаете, что эти люди отдадут эти деньги. Тут ситуация такая двоякая. Мне кажется, пару месяцев просто нужно подождать, посмотреть, откроют ли они сами эту тему, что-то скажут вам по этому поводу или нет. Но в любом случае, мне кажется, в жизни существует бумеранг. Если даже так получится, что вы эти деньги не сможете получить, как-то бог эти деньги вам пришлет. Вот, вот поверьте мне. Который раз поражаюсь. Много раз было такое, например, я нашла на улице деньги, у меня выходили какие-то проблемы, и эти деньги как-то улетучивались. Однажды даже в метро я увидела кошелек, такой пухленький кошелек черный. Видимо, кто-то уронил. Я не стала его подбирать. Другой мужик, который стоял в соседнем вагоне, там между вагонами вот это пространство, то есть можно было через тот вагон перейти в этот. Взял этот кошелек и быстрыми движениями направился к выходу. Скорее всего, возможно, он взял себе этот кошелек. Не знаю, сколько там было денег, но я не жалею, что я не взяла эти деньги. Не могу сказать, что я очень верующая или верю в суеверие, но в любом случае мне грешные деньги не нужны. И в который раз убеждаюсь, когда я кому-то помогаю в плане денег, это мне возвращается в двойном объеме. Сколько раз было я находила телефон и отдавала. Например, как только я отдала телефон, у меня сразу какой-то жирненький контракт вот на работе, да? Какой-то жирненький заказ. То есть, Бог как будто благодарит за это. Субтитры сделал DimaTorzok Я наелась. Было очень вкусно. Вы обязательно пишите ваше мнение в комментариях. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.